Это рассказ, я хочу произвести рассказ, называется «Мюзкое», но это название кладбища в Москве, в котором похоронено очень много моих родственников, оно сейчас уже находится в центре Москвы, на Мюзской роще. Это книжки «Рассказ толстого мальчика», изданного издательства Марта Волхонка. На это кладбище мы очень часто ходили с родителями на родительскую субботу и просто на дни рождения моей бабушки, дедушки и прочее. И вот это вот такой рассказ, в каком-то смысле написанный по детским воспоминаниям. «Мюзкое». «Вот и мы, мама». Женщина говорит норочит и громко. На вид ей лет сорок. На женщине серое зауженное полупальто и синий в крупный горох крепдышиновый платок на шее. На ногах черные боты на каблучке. Сейчас развяжем косыночку и войдем. Поворачивается она ко мне. «Сашенька, ты чего ножками-то сучишь? Писать хочешь? Вот отвернись от могилки и писай. И ботиночки зашнуруй. Ходишь вечно расслышлен, как капуста. Желание сразу проходит. На мне дурацкая шапочка с ушками, короткое серое пальчишко, такое называли крапчатое, короткие штанишки на помочах и вечно сползающие чулки на резинках. Коготок тогда еще не было. И черные высокие неудобные ботинки в фабрике «Скороход». Мне скоро пять лет. Я неотрывно смотрю, как руки женщины распутывают узелок на тряпочке в выключенных дверцах Калбищенской ограды. Женщина – моя мать. Мне страшно. «Бабушкин платочек», – говорит мать. «Она его знает и развязывать без нас не будет. Да, мама? Проходи, Сашенька». Мать подталкивает меня в спину и по-хозяйски притворяет за нами калитку ограды. Становится уютно. Я сижу на скамейке и болтаю ногами. Так безопаснее и меньше страшно. Мать по очереди протирает фарфоровые овалы, прикрепленные проволокой к крестам. На овалах два строгих лица – одно мужское, другое женское. Мать их по очереди целует. «Здравствуй, мама! Здравствуй, папа!» Садится рядом на скамейку. «Поздоровайся с дедушкой и бабушкой», – говорит мать. «Я что-то бурчу». «Вот», – говорит мать. «Я вам внучка вашего, Сашеньку, привела». Достает платок и начинает вытирать слезы. Видите, как залит это вымахал? На даче под Расторгуева был. «От моей работы». «Понравилась тебе на даче-то?» – порачивается мать ко мне. Я перестаю болтать ногами. «Угу!» – говорю я в землю. «Понравилась!» «Мне кажется, так им, деду с бабкой, будет лучше слышно». «Встань, Сашенька, поцелуй свою дедушку с бабушкой». Я вцепляюсь в скамейку еще сильнее, болтаю ногами и отрицательно мотаю головой. «Ладно», – вздыхает мать. «Тогда хотя бы цветы сажай». Она начинает прикручивать проволокой на кресты новые только что купленные веночки. Цветы – это несколько искусственных тюльпанов из провощенной бумаги на проволоке. И кустики анютиных глазок с корнями в газетных кулечках, купленные у бабок на Мирском рынке через дорогу. Тюльпаны надо просто втыкать, а анютиных глазки вкапывать – это хуже. У меня за скамейкой припрятана моя маленькая ведерко, детские грабельки и совок. Я осторожно ковыряю совком эту землю с мертвецами. Неглубоко. Дед за бабкой я не боюсь, не тронут. Но эти, что вокруг? Их тьма. Я незаметно завязываю калитку косынкой. Так надежнее. Делаю вид, что ковыряюсь в земле. «Да что ты там все возишься?» – вскидывается мать. «Я сама. Беги вон за водой. Бери три копейки, возьми у сторожа лейку и живу сюда». Наконец, венки повешены, цветы посажены и политы. Мы сидим на скамейке. Надо бы свитники вокруг могилки сделать и черным кафелем облицевать, вздыхает мать. Будет красиво. Страх постепенно проходит. Я смотрю под землю. Дед с бабкой лежат в своих гробах и улыбаются мне. Лиц их я не вижу. Они умерли еще до моего рождения. Но улыбку чувствую. Гробы стоят в небольшой пещерке, как у гномов в книжке на картинках. Красные крышки гробов прислонены к земляным стенам пещеры. Так три дня стояла крышка гроба этажом ниже, по Яблочково, где мы жили с родителями в коммуналке. Там под нами кто-то помер. И когда я скатывал на нижнюю рекреацию свой велик, то старался не дышать и не смотреть в ту сторону. Но все равно помню ту крышку гроба и каждую на ней складочку красного ситца до сих пор. Пещерка, где лежит мой дед с бабкой, соединена с другими пещерками проходами, как кротовыми норками. Одни пещерки больше, другие совсем крохотные, если на одного. Все освещено, как ночью. По проходам прохаживаются мертвецы, как отдыхающие в парке Цыпыково. Некоторые поднимают вверх глаза. Тогда я стараюсь внимательно рассматривать крупную серую птицу на соседней Кладбищенской ограде. Но это не скелеты, которые мы разглядывали с моим другом Пехтером в окне магазина. Там продавали наглядные пособия для студентов-медиков. Мертвяки не скелетоны, говорил Пехтер, кивая на окно. Этих выварили на мыло. Вон как блестят. Понял? Теперь эти под землей кажутся мне уже не страшные и даже грустные. Сашенька, наш через два годика в школу пойдет. Мать снова вытирает слезы. Видите, как время-то бежит. Да, Сашенька, пора учиться мать ко мне. Господи, а из блазюкуса ты весь? Мать слюняет платок и начинает вытирать мне губы. Хочешь в школу? Неаа. Я с раздражением врываюсь и кручу головой. Не хочу. Вот так и скажи тогда дедушке с бабушкой. Как ты себя ведешь? Мать складывает платок в сумку. Нормально. Я болтаю ногами. Дед приветливо машет меня рукой. Я незаметно ему. Не обманывай, говорит мать. Поправляет шапку на моей голове. Они все видят. Мог бы послушнее быть. Встает, целует эмалированные лица. А ты? Я отрицательно мотаю головой. Как хочешь, вздыхает мать. Мы выходим за оградку. Мать завязывает косынкой калитку. Веселый дед с бабкой сидят в гробах и машут мне. Я незаметно машу им в ответ. Мы идем к воротам. Я стараюсь не топать и, задирая колени, цапли иду за матерью, нарочно глядя на деревья. Но все равно чую, как подземные жители провожают мои пятки глазами. За воротами кладбище вопит, гудит, крутится Москва. Я с заключением оглядываюсь. Этим сюда хода нет. Мне их становится жалко. Я незаметно машу им. Они мне в ответ, прижавшись под землей лицами к невидимой ограде. На кладбище мы ходим часто. Почти каждую неделю. И обязательно четыре раза в год. На родительскую субботу, Рождество, Пасху и Яблочный Спас. Если я не на даче. Но со временем все реже. Понимая, что это все просто выдумки и враки. И в жизни такого не бывает. Я все равно ощущал тот кладбищенский город и жизнь моих мертвых под землей. Но никому о том не говорил. Даже моему другу Пехтерю. Никогда. Возможно, я бы видел и тех, что надо мной. Но в семье об этом говорить было не принято. Поэтому и ангелы, и демоны делали свое дело, оставаясь невидимыми из-под тяжка. Как часто мы с Пехтерем, моим лучшим другом. Постепенно я привык к тем, кто под землей. Иных я уже узнавал в лицо и по походке. Как прохожих, когда долго ходишь по ним и тем же улицам. Или совершаешь покупки в одном магазине. Но с возрастом другая, более сильная, настоящая жизнь вытеснила из меня те особые жизни и мертвых, и ангелов. Я стал жестким и плотным. Как выдавленный тюбик зубной пастой клубничная. Любимым лакомством пионерских лагерей. А может и помарин. Паста гадкая, но полезная от кариеса. Ангелы и мертвые жили сами по себе. Я сам по себе. И не было нам дела друг до друга. Как с дальними родственниками. Знаешь, что живы и все. Пока. Пока не умер мой отец. И когда его красный гроб, покачиваясь, плыл на полотенцах во склизлую глиняную яму. А потом медленно погружался по крышку в коричневую жижу. То я наклонился и увидел, что там никого нет. Вообще. Пусто. Это не то, что подглядеть случайно в детстве, как родители тайком подкладывают подарки под елку. И воздух тогда стал какой-то прозрачный и пустой. Словно компот, из которого выбрали сухофрукты. Под землей пусто стало. Сколько не дал бить по ней ногами. Одни камни, песок и глина. Похоже, мои ангелы и мои мертвецы разлюбили меня, решил я. Но никому об этом не сказал. Даже моему другу Пехтерю. Мы с ним уже лет десять как не общались. И я перестал ходить на кладбище. Вообще. Даже на похороны родителей. Это очень плохо. И не по-христиански. Зато. Зато. Когда теперь я закрываю глаза, они все передо мной живые. Как на школьном фото. В центре на скамеечке отец с матерью. А дальше по бокам и вверх те, кого я почти и не помню. Они не стоят плотно. Между ними есть свободные места. Как в вагоне в метро не в час пик. Со временем свободных мест все меньше. Ну вот такой немножко грустный. Дело в том, что многие рассказы, в частности этот, имеют взрослые продолжения. То есть они намного длиннее. И они просто сокращены и сделаны для детской книги. Открыть ее. Открыть ее. Открыть ее. Субтитры создавал DimaTorzok